Девушки отдыхают Но простужаются во время спектаклей и концертов только плохие артисты У хорошего исполнителя столько душевного жара, что он еще и весь зрительный зал и подсобные помещения согреть может Ольга Воронец – певица, я бы сказал, с народной манерой пения Что это такое? Да в раз и не сформулируешь Слушайте знаменитую и замечательную Ольгу Воронец и сами для себя уясняйте Что это за манера такая? А запись – настоящий раритет Советский видеоклип, слова Евгения Долматовского, музыка Вано Мурадели На душе и легко и тревожно Мы достигли чудесной поры Невозможное стало возможным Нам открылись иные миры Только б мы их пределов достичь не смогли Если б сердцем не слышали голос в крови Я земля, я своих провожаю питомцев Сыновей, дочерей Долетайте до самого солнца И домой возвращайтесь скорей Долетим мы до самого солнца И домой возвращайтесь скорей Покидаем мы землю родную Для того, чтобы до звезд и планет Донести нашу правду земную И земной наш поклон и привет Для того, чтобы всюду победно звучал Чистый голос любви дал дожданный сигнал Я земля, я своих провожаю питомцев Сыновей, дочерей Долетайте до самого солнца И домой возвращайтесь скорей Долетим мы до самого солнца И домой возвращайтесь скорей Далеки высоки наши цели С нами вместе на звездном пути Те, что жизни своей не жалели И земле помогли развести Пусть победа звучит и для них И для нас командирский приказ Материнский наказ Я земля, я своих провожаю питомцев Сыновей, дочерей Долетайте до самого солнца И домой возвращайтесь скорей Долетим мы до самого солнца И домой возвращайтесь скорей Пусть победа звучит и для них, и для нас Командирский приказ Материнский наказ Я земля, я своих провожаю питомцев Сыновей, дочерей Долетайте до самого солнца И домой возвращайтесь скорей Долетим мы до самого солнца И домой возвращайтесь скорей Для писателя Михаила Задорнова Характерно перевоплощение В героев своих рассказов Часто его произведения Написаны от лица представителя Той или иной социальной группы Или профессии И в ситуациях, происходящих С каждым персонажем Писатель умудряется найти Забавное и смешное В нашей коллекции сегодня Видеозапись Михаил Задорнов читает письмо студента Своим родителям Письмо студента домой Здравствуйте, дорогие папа и мама Сейчас уже два часа ночи А я сижу в общежитии Под дверью в свою комнату И пишу вам письмо Потому что в комнату меня не пускают Говорят, сегодня не моя очередь ночевать Глаза слепаются Но заснуть не могу Потому что сижу на стуле с одной ножкой Других у нас в общежитии нет А потому, чтобы не заснуть Пишу вам письмо Дорогие мои, любимые родители Очень по вам соскучился Пришлите, пожалуйста, денег Ведь вашего последнего письма Которым вы выслали мне 45 рублей Я не получал Поэтому вот уже несколько дней Как я ничего не ем Хотел устроиться в профилакторий Говорят, там хорошо Питание трехразовое Понедельник, среда, пятница Так что хорошо бы еще 30-очку накинуть Потому что от повышенной стипендии Я отказался А простую мне никто не платит И утолять жажду знаний Теперь мне не на что Ну вот, а остальное все хорошо Правда, недавно мои друзья По этажу меня в свою общину приняли Это значит, все, что до этого моим было То теперь общим стало И брюки кремплиновые Которые дядя Гоша из Монголии С вареньем тутовым прислал Тоже Они как вступительный взнос пошли В них теперь все жениться ходят А мне за место них Друзья по общине очки подарили Итальянские, дымчатые Без стекол Предупреждаю, отец Свои галифе мне больше не высылай Уж больно они у тебя общинные Вся община в них умещается Разом Вышли деньгами 120-150 на брюки должно хватить Ну вот, а так все отлично Правда, недавно за неуспеваемость Меня отчислили из института И теперь требуют, чтобы я вернул Все стипендии, которые получил Пока учился 270 рублей 60 копеек 60 копеек можете не высылать Их я отдам сам Я же понимаю, что вам тоже нелегко Дорогие мои любимые родители Пишите чаще, как вы, как бабушка Здорово ли она, получает ли все так же регулярно пенсию Если да, то почему давно не пишет Словом, помните, у вас есть сын Который никогда о вас не забывает Если вам будет трудно, то высылайте, он поможет На этом заканчиваю и с нетерпением Жду вашего ответа Ваш кормилец Сереженька П.С. Лучше, если ответ вы переведете телеграфом Если бы эта чудесная супружеская пара Была знаменита только тем, что подарила миру Андрея Миронова И этого было бы достаточно Но, как прекрасно известно, Мария Миронова и Александр Минакер Сами были превосходными актерами Отличным эстрадным дуэтом Создавшим на сцене ироничные образы Вечно конфликтующих партнеров Доброе утро, говорю, Василий Васильевич О, здравствуйте, уважаемая Здравствуйте, Василий Васильевич Ну, что скажете, Мария Петровна? Как что скажете? Как же что скажете? Так вот я же насчет вчерашнего Ты черт, выскочил совсем Ну, так как же, Мария Петровна Решили выйти за меня замуж-то, а? Что, не знаю, Василий Васильевич Ну, а кто же знает, дворник? Да нет, надо проверить, что к чему А чего же проверять-то, я не понимаю Выходите и все А нет, так сразу и скажите Чтобы мне не терять драгоценного времени Что ж не знает Так ведь, Василий Васильевич Хотелось бы услышать ваше Что? Ну, пожелания, что ли Условия, требования Так ведь условия я ставлю одно Это значит так Бросайте к черту службу Ну, и это Целиком занимайтесь своим хозяйством Чего же это говорит? А как же я брошу службу? Я ведь привыкла работать А, так хорошо, хвалю Ну, но в этом смысле могу вас успокоить Работы же у меня хватит для вас И постирать, и погладить Эту квартирку убрать На рынок сходить А, правильно, молодец На рынок сходить Обед состряпать Это белишко починить За Сашкой приглядеть А, как же, миленькая За Сашкой-то придется приглядеть А то ведь хулиганом вырастет А, помимо того, эти штанишки ему шить Костюмчик пролицевать Вон я весь оборвался к черту Костюмы надо починить Это все обязательно Ну, что ж Целиком согласна на ваши условия Вот, хорошо Так ведь заранее хочу договориться По воскресеньям беру выходной То есть как выходной? Так, выходной А, это что, значит, выходит по воскресеньям Мы с Сашкой должны быть, так сказать, не ж раньше, да? Уж не знаю Я беру две недели отпуска всякий год Позвольте, позвольте Выходной, о Ой, Марья Вот сюда Ай-яй-яй Да ведь вы же меня не поняли Да ведь я же не нанимаю вас в домработницы Ну, неужели думаете, что я решился бы вас так унизить? Наоборот, я вам делаю это законное предложение Быть моей женой Но при чем тут отпуск выходной? А я думаю, Василий Васильевич, лучше будет Прежде чем выйти за вас С годик послужить у вас в домработницах Чтобы выяснить, справлюсь ли я с вашим хозяйством А то уж больно много наговорили Ну, так это, конечно, все хорошо Ну да, но ведь вы тогда потребуете это И спецодежду И застраховать вас, а? А как же, все как полагается И зарплату 300 рублей Я вам, Марья Петровна Делал законное предложение Быть моей женой А вы так снижайте мои высокие чувства Не ожидал Не ожидал от вас Такой меркантильности Да уж какая есть И тут я полностью поняла, какой это человек Ведь сейчас нередко слышу про того или иного человека Что он фальшивый Что не надо доверять ему А как распознать эту фальшь Которая, как говорится, на лбу не написана Ну, вот я-то распознала Проверила Ну, что ж, гражданочки Может, среди вас есть желающие выйти за него замуж, а? Что? Молчите? Не требуется? Правильно, товарищи Нам такие не нужны Людмила Гурченко у нас одна Созданная из самых хрупких И самых крепких материалов Что бы она ни делала Это всегда интересно Горячо и трогательно Вот посмотрите С какой грацией Она исполнила очаровательную песню Авторы которой Композитор Оскар Фельцман И поэт Наум Олев Не сходите с ума Дни и ночи без сна Если ваша весна Оказалась зима Не сходите с ума Вы сойдите с подножки трамвая В том районе, где вас Совершенно не знаю Не сходите с ума Не сходите Телефон наугад наберите Незнакомки в далекую Слышьте слова Незнакомки в далекую Слышьте слова Жизнь сюрпризов полна Жизнь сюрпризов полна Не сходите с ума Не сходите с ума Пусть нелепа молва И обидны слова Жизнь рассудит с ума Не сходите с ума Вы сойдите с подножки трамвая В том районе, где вас Совершенно не знаю Не сходите с ума Не сходите Телефон наугад наберите Незнакомки в далекую Слышьте слова Незнакомки в далекую Слышьте слова Жизнь сюрпризов полна Жизнь сюрпризов полна Не сходите с ума Не сходите с ума Не сходите Телефон наугад наберите Незнакомки в далекую Незнакомки в далекую Слышьте слова Незнакомки в далекую Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Скажи глазам твоим! Мелодия, написанная в национальных музыкальных традициях, становится в исполнении певца песней международного масштаба, высшего образца поэт-классик советской литературы Расул Рсан. Переводчица Муза Павлова, выдающаяся поэтесса, кстати, мать легендарного джазмена Германа Лукьянова, композитор Бюль-Бюль Аглы, сын знаменитого певца Бюль-Бюля, впоследствии крупный общественно-политический деятель. Никакого ложного пафоса в песне нет. Скорее, философское размышление о будущем, выраженное в высшей степени доверительной и проникновенной интонацией великого певца Муслима Магомаева. Скажи глазам твоим, пусть, пусть в сон мои приходят, ни яркими, ни темными от слез. Пусть, пусть, пусть сердце не тревожит, упали годы мне на плечи, не скинуть эту ложь у бытия. Пусть, пусть, приходи, останемся с тобою на вечный миг, в котором ты и я. Кто знает, может, это лишь начало всего того, что будет впереди. Кто знает, может, это лишь начало всего того, что будет впереди. ПЕСНЯ Сердце не тревожит Упали годы мне на плечи Не скинуть эту ношу бытия Пусть приходи, останемся с тобою На вечный мир, в котором и я Кто знает, может это лишь начало Всего того, что будет впереди Кто знает, может это лишь начало Всего того, что будет впереди КОНЕЦ Приходи, останемся с тобою На вечный мир, в котором и я Кто знает, может это лишь начало Всего того, что будет впереди КОНЕЦ Приходи, останемся с тобою На вечный мир, в котором и я Кто знает, может это лишь начало Всего того, что будет впереди КОНЕЦ 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 КОНЕЦ